Радио Балтком. Утро на Балткоме. Мы позвали в эфир директора госинспекции защиты данных Екатерину Мацук. Мацук с нами на прямой зум-связи. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Прекрасно и слышно, и видно. Значит, можно поговорить о ситуации в этой сфере в Латвии на данный момент и предостеречь наших слушателей и читателей портала новостного Микс Ньюс ЛВ от наиболее частых допускаемых онлайн ошибках и, может быть, дать какие-то ценные советы для повышения безопасности данных в интернет-сети. С чего начнем? Как вы оцениваете общую ситуацию в стране? Насколько жители Латвии понимают, какие данные нужно особо тщательно оберегать? Каким образом оберегать? Ну, если мы говорим о статистике, то в 2020 году инспекция по защите персональных дел делала опрос жителей, и, в принципе, статистически этот опрос показал, что каждый десятый житель Латвии не информирован о защите персональных данных как таковой, как в сфере. С другой стороны, достаточно большое количество жителей все-таки знает и считает, что у них есть и контроль над своими данными, и они знают, как обходиться со своими данными в интернете и где-то в других сферах. Ну, и, по крайней мере, они в этом уверены, а на поверку может оказаться, что это вовсе и не так. Может быть, может быть. Мы говорим о мнении самих людей о своих знаниях. Такой вопрос, я думаю, что я не первый, который вам его сдаю. Нельзя ли говорить о том, что вот эта пандемия, определенная изменила вот эта философия отношений к персональным данным, произошла, может быть, в какой-то степени такое слово «эрозия персональных данных», потому что мы понимаем, что необходимость, не знаю, защитить население с одной стороны и с другой стороны предоставить информацию всем бесконечным проверяющимся органам и даже магазинам, но чуть-чуть изменила вообще представление о персональных данных, потому что сейчас они всюду присутствуют, не знаю, с нами с утра до вечера, как мы только выходим из дома, иногда и дома. Я имею в виду и QR-коды, и необходимость даже для получения каких-то услуг заполнять и нужно указывать, что там, не знаю, вакцинирован, там QR-код, то есть предъявлять удостоверение личности там при входе в магазин, там на почту, куда угодно. То есть нет такого ощущения, что все-таки нужно чуть-чуть с учетом вот пандемии, из которого столкнулось не только Латвия, а весь мир, ну, как бы менять вот этот общий подход к защите персональных данных. Я не думаю, что мы можем говорить о изменении подхода как такового, потому что, в принципе, защита персональных данных и тот же регламент о защите персональных данных, они не запрещают обрабатывать данные и что-то с ними делать. Они просто указывают условия, в которых вам надо это делать и когда вы можете это делать. Поэтому и здесь все время идет же баланс между правом человека сохранять свои данные, возможно, никому не давать и как бы не показывать их, и, с другой стороны, с необходимостью общества какие-то данные получать, потому что мы не живем на необитаемом острове, мы всегда коммуницируем с какими-то людьми, с учреждениями, с компаниями, и нам нужно давать свои данные. Все, что показало пандемии, что в определенных условиях, в определенных случаях, да, это как бы распространение данных будет больше, ну, скажем так, выше уровня, но это не значит, что мы теперь вернемся на это на все время, и так все время будет. То есть пока у нас есть условия пандемии, когда нам это нужно, мы это делаем. Как только эти условия уйдут, нам надо будет вернуться обратно. Это не значит, что впредь, я не знаю, все работодатели будут обязаны спрашивать, какие у вас есть там прививки от дифтерии до энцефалита и так далее. Нет. Мы видим, что это определенные условия, которые ставит государство на определенное время, потому что здесь тоже есть и временное пространство. Ну, надеюсь, вы согласитесь с тем, что, в принципе, что касается QR-кодов, этих всех антиковидных сертификатов, можно было обойтись без двойного этого кордона, так сказать, предъявлять и QR-код, и еще какой-то там документ, удостоверяющий личность. Ну, как-то в других странах. Ну, как-то обошлись даже в той же самой Литве или в Эстонии без такого подтверждения. Ну, это одна просто из претензий. Да. Я бы сказала, что это больше не к защите персональных данных, а уже как государство ставит условия проверки вот этого сертификата. Ну, в одних странах государство ставит их более строже, в других странах менее строже. Но здесь, да, скорее вопрос уже как бы к правительству, которое устанавливает эти правила, с какой целью и почему нельзя иначе. Вот когда говоришь со многими знакомыми людьми, может быть, пандемия опять-таки их к этой мысли, на эту мысль натолкнула. Они говорят, а я, в принципе, не боюсь. Ну, вот кто-то узнает мои персональные данные. И дальше что? Да, ну, не знаю, узнает мой там персональный код. Многих людей по-прежнему еще можно в Гугле этот персональный код по фамилии найти. Что страшного, если кто-то узнает. Ну, кто-то узнает персональный код, даже кто-то узнает, не знаю, номер моего счета. И что? Да, и что дальше он с этим будет делать? Да, вот, не знаю, даже если он узнает, что я привился от дифтерии. Да, вот, что он будет дальше с этим делать? Вот, может быть, вообще нужно пересматривать вообще понятие, что такое персональные данные? Ну, в принципе, понятие, что такое персональные данные, оно, скорее, с точки зрения технологической, наоборот, более растет, чем становится меньше. Потому что в сфере технологий есть много всяких вещей, которые, это не только уже персональный код, это ваши привычки, я не знаю, в интернете, ваши привычки дома, потому что у нас очень много умных устройств, которые знают, когда вы встаете, и какой крепости кофе вы пьете, какие теле, какой фильм смотрите, когда вы возвращаетесь дома, какие у вас есть привычки. На основе этого вам можно предложить определенные продукты, вам, о вас можно сделать психологический профиль, о вас, вам можно подать информацию так, что вы с ней обязательно согласитесь. И подать вам, в принципе, любую информацию в той форме, в которой вы согласитесь. Если мы говорим о том, кто что будет делать, сделать можно много всего. Это, конечно, самое основное, это какие-то правонарушения с точки зрения государства. И это может быть, не знаю, зная ваш персональный код, еще какие-то данные, можно взять на вас кредит, да, можно, опять-таки, те же мы видим мошенники, которые звонят по телефону, они достаточно информированы о людях, как с ними разговаривать. То есть, если очень много где-то информации они получили о человеке, он одному дал, второму дал, третьему дал, он в интернет все выложил, то есть, уже эта информация известна, человеком, скажем так, легче манипулировать. И очень часто мы тоже можем, знаете, как это не то, что даже что сделают, но представьте, что вы живете в доме, у вас окна, и вот все люди подходят, стоят и смотрят в окна, что вы делаете. Ну, как вы пьете чай, как вы, не знаю, смотрите телевизор, как вы работаете, как вы читаете книгу, они вам ничего плохого не делают. Но вопрос, вы хотите, чтобы кто-то постоянно наблюдал, что вы делаете в своей жизни. И в этом смысле тоже идет вот эта вот защита личной жизни и защита персональных данных, потому что из наших действий и данных можно создать очень такую, знаете, картинку о том, кто мы такие, соответственно, и потом уже, ну, и манипулировать нами, продукты какие-то подавать, которые нам не нужны, имейлы посылать, которые нам не нужны. Значит ли это, что люди, которые выходят, не знаю, в социальные сети, ну, в Facebook, там, не знаю, Instagram, должны очень хорошенько подумать, какую информацию они выкладывают для публичного доступа? Сами? Да, да, конечно. И в этом смысле даже сам человек может изначально позаботиться о себе и о своих персональных данных. То есть мы можем думать, какую именно информацию мы выставляем, для чего мы это делаем. Понятно, что есть люди, которые блогеры, они зарабатывают на этом деньги, они выставляют все. Но они знают, с какой целью они делают. Если вы не являетесь блогером и не получаете за это денег, то вопрос, зачем вам писать, во сколько вы встали, что вы купили новый телевизор и завтра вы уезжаете, живете вы там и на неделю вы уезжаете в Турцию. Ну, вы как бы тоже, человек сам показывает, что прийти можно по этому адресу, дома никого не будет, а взять можно из ценностей телевизор. И это как бы такое прямое уже. А то, что мы говорим о том, о манипуляции, о тех же каких-то вот этом вот пузыре информационном, он же тоже создается от того, насколько много данных мы отдаем в тех же социальных сетях. Поэтому мы можем сами думать, зачем мы это ставим, почему и как это может потом на нас отразиться. Я напомню, мы беседуем с директором госинспекции защиты данных Екатериной Мацук. Екатерина, что касается социальных сетей и крупных таких мейджеров, поисковиков, они же собирают информацию о нас и передают рекламодателям, по большому счёту, без спроса. Условно я сижу, насвистываю какую-нибудь мелодию там «Personal Jesus», и через пять минут мне прилетает на Фейсбуке реклама нативная «Купить маечку Депешмот» с символикой. Это всё так работает в 21 веке. В связи с этим, есть ли какие-то, по большому счёту, претензии к подобным монстрам, как Фейсбук, ну окей, он сейчас там называется «Мета», а тот же самый Гугл, которые собирают информацию тоннами о каждом из нас? В принципе, когда создавалось и принималось регламент о защите персональных данных, наверное, два слова «Фейсбук» и «Гугл» были самыми часто употребляемыми, чтобы ограничить именно работу вот таких больших компаний и их влияние на людей. Поэтому если вы последите за Гуглом, то с 2018 года вы, во-первых, можете отказаться от этой персонализированной рекламы в самом Гугле. Когда-то это вообще было невозможно. Также и Фейсбук меняет свои настройки, свои профили, потому что и Гугл получил достаточно много, уже два штрафа он получил, за именно использование куки с печенек и слежение, отслеживание мнения и желаний клиентов. И Фейсбук через WhatsApp тоже получил штраф, опять-таки, в 2021 году, 225 миллионов, именно за то, что они передавали данные с того же WhatsApp к Фейсбуку, и вы, написав что-то в WhatsApp, потом видели похожее, ну, что-то из рекламы в Фейсбуке. Поэтому те институции, а в Европейском Союзе за Фейсбук и Гугл отвечает, ирландская институция по защите персональных данных, они смотрят за работой этих компаний, и их вот эту вот, скажем так, практику, которая направлена на то, чтобы собрать больше информации и не сообщить человеку об этом, менять и заставлять эти компании менять свои бизнес-модели. А что касается подтверждения политик конфиденциальности, ну, не секрет, что вряд ли основная масса пользователей читает до самой последней строчки все, что предлагается на сайтах. Насколько важно это делать? Ну, просто по умолчанию считается, что это все стандартная процедура, просто поставил галочку, что-то подтвердил и пошел дальше пользоваться там сайтом или ресурсом и так далее. Чем это может быть опасно? Какими ловушками? Здесь скорее, ну, если говорить, был такой, один, юмористический случай, да, никто не читает политики безопасности или правила вообще пользования сайтом. Одна, допустим, компания, которая занималась распространением компьютерных игр в своих правилах использования сайта и политики безопасности, писала, что вы обязуетесь отдать компании своего новорожденного ребенка, первого новорожденного ребенка. И в течение недели, даже в течение дня, более 100 с чем-то человек согласились со всеми условиями этих правил использования сайта, дабы купить игру или поиграть в игру. То есть таким образом было показано, что люди действительно не читают, на что они соглашаются, и, соответственно, согласиться могут на что угодно. Поэтому, в принципе, во-первых, стоит обращать внимание, что это за сайт, на который вы заходите. То есть если это такой сомнительный сайт, где, не знаю, у вас либо ком, либо еще какое-то там расширение, возможно, не знаю, к сайту из Китая, вы видите иероглиф или арабскую вязь, или какой-то язык, который вам непонятен, и вообще состояние сайта очень странное, но я бы сказала, что не стоит ни на что соглашаться, не оставлять на этом сайте свои данные, потому что вы никогда не сможете потом найти, откуда этот сайт, где ваши данные и что с ними происходит. Поэтому обращайте внимание на то, вы можете доверять этому интернет-порталу или нет. Во-вторых, ну, все-таки, либо даже если вы не прочитываете их, тогда имейте в виду, что вы можете согласиться на то, что у вас будет приходить реклама, потому что где-то в этой политике безопасности может быть написано, что на ваш интернет-имейл будет приходить реклама. С другой стороны, посмотрите, очень часто вам ими надо поставить галочку о том, что я согласен на коммерческие предложения, или я согласен получать рекламу, и не ставьте тогда там галочку, или если она там есть, убирайте эту галочку, и таким образом вы обезопасите себя от того, что вам будут приходить тонны каких-то непонятных имейлов. Спасибо за эту рекомендацию. Однако спам – это просто вещь, которая нервирует, она накапливается, надо постоянно удалять. Но есть другой вопрос. Некоторые сайты, проверенные сайты, там, я не знаю, известные интернет-магазины или сайты и аппликации различных авиакомпаний, они предлагают сохранить данные для удобства пользователя, чтобы не вводить каждый раз имя, фамилия, там тот же самый персональный код и номер карты, а просто оставить по умолчанию в базе данных. То есть заходишь, как-то идентифицируешься и поехал дальше что-то покупать. Насколько может быть опасен вот этот вот сервис, именно сохранение данных карт на сайтах для шоппинга? Даже на проверенных? Ну, с этой точки зрения важно вам понимать, что вы знаете, где находится этот сайт и где находится эта компания. Ну, предположим, если у вас интернет-магазин или это авиакомпания, которая зарегистрирована в Латвии или в Литве или в Эстонии, если у них будет даже утечка персональных данных с сайта, то вам легче, если что-то случится с вашими данными, вам легче защитить свои права, потому что это, опять-таки, в Латвии или в соседних странах, где вы можете в Европейском Союзе, в рамках Европейского Союза, реализовать свои права. Если вы оставляете это на, не знаю, портале Алиэкспресс, то, в принципе, вам стоит понимать, что этот портал зарегистрирован в Китае, и если эти данные будут каким-то образом... Ну, то есть здесь риски намного повышаются, потому что уже институции, как из Латвии или из Евросоюза, теоретически, они, конечно, могут писать этим компаниям, которые зарегистрированы в Китае, но практически найти эти компании потом и проводить какие-то там расследования в отношении, их очень сложно, если даже невозможно. Ну, расследование, если данные утекли, и данными мои карты как-то воспользуются, то какая у меня разница, как накажут условно Алиэкспресс? Злоумышленники накажут меня? Нет, вы можете в данном случае, скажем так, если это будет какая-то европейская компания, не европейский сайт, человек может подать и гражданский иск на восстановление своих, ну, не затрат, а потерь, которые у него есть. А, это важно. Это важно. То есть, и поэтому здесь человек все-таки в рамках Европейского Союза может получить гораздо больше, если данным противопоказанно воспользовался либо этот сайт, либо, ну, что-то, кто-то, связанный с этим сайтом, тот человек может получить компенсацию. Это спасибо за информацию. Екатерина, вы обладаете вот таким массивом данных, тоже информацией, и упомянули в начале беседы, что по статистике каждый десятый житель Латвии не особо информирован о защите данных. Так где же можно каким образом подтянуть свои знания в этой сфере? Что бы вы рекомендовали? Ну, основная, наверное, то, что мы можем... Это домашняя страница инспекции по защите персональных данных. Это www.dvi.gov.lv, где достаточно есть разная информация, много информации о том, как можно обращаться к компании, что можно делать и что нельзя. Плюс на данный момент в феврале как раз-таки мы делаем такую маленькую социальную кампанию, где будем публиковать различные и статьи в медиа и в порталах о том, как лучше обращаться в интернете своими данными, кому давать данные, кому не давать, на что стоит обращать внимание. Поэтому можно следить в этом месяце и на медиа. И еще каждую неделю у нас есть такая на домашней странице в инспекции по защите персональных данных рубрика «DV SkyDraw», где в зависимости от разных вопросов мы очень коротко и на понятном языке объясняем вопрос о защите персональных данных. Как приятно, что мы сработали на опережение и до запуска этой социальной кампании побеседовали с вами. У нас в гостях виртуально была директор госинспекции защиты данных Екатерина Масук. Огромное спасибо, что нашли время присоединиться к нашему эфиру. Хорошего дня. Всего доброго. Спасибо. Мы с Абиком прощаемся с вами. Утро на балкоме заканчивается. Конечно же, работа радиостанции продолжается. Впереди и добро пожаловаться. И Диагноз недели, и прочие замечательные программы. И, конечно же, сайт MixNews.lv, новостной наш портал, 24 на 7, к вашим услугам. Хорошего дня. Спасибо.